В преддверии 9 мая челнинцы все активнее участвуют в акциях, приуроченных ко Дню Победы, проявляя таким образом благодарность тем, чьими силами была добыта победа в Великой Отечественной. Наряду с традиционными встречами и концертами появляются все новые способы сказать спасибо поколению, победившему фашизм. К светлому празднику «Чистый дом». Ветераны все чаще в своих квартирах встречают гостей, которые приходят не только с подарками и поздравлениями, но также, чтобы провести генеральную уборку. Чище и уютнее становятся в домах пенсионеров в ходе благотворительной акции торгового дома «Челны Хлеб». Мойка окон, вытирание пыли, чистка ковров – вот неполный список операций. Пенсионерка Зоя Прохорова часто болеет, поэтому самой силы на все уже не хватает. Помощь от «Челны Хлеба» оказалась очень кстати. Я часто стала болеть. И решили помочь. Я очень рада этому, что пришли и помогаете мне. Я, конечно, так не смогла. Молодежь есть молодежь. Вот и мы в Ледогабасово. Живет совсем одна. Бабушке порой даже не с кем поговорить. Убираться сама 85-летняя пенсионерка уже не может. Пришедшие гости очень порадовали ее. В считанные минуты навели чистоту и развеяли скуку. Сейчас живу одна. Вот сегодня пришли ко мне из «Челны Хлеба» на помощь. Большое вам спасибо. Дай Бог здоровья, чтобы меня пришли помогать. Также в преддверии 9 мая праздничная акция проходит и в самих магазинах сети. В каждой торговой точке можно найти ящик, в который любой желающий покупатель может опустить письмо ветерану. Поздравить его с Днем Победы, написать слова благодарности. Увидела, что здесь проходит акция, посвященная поздравительным ветеранам. Решила поучаствовать. А вручат лично адресатам эти послания и подарки 8 мая в ДК КамАЗа, где в канун Дня Победы для них пройдет большой праздничный концерт. Одним из организаторов которого стал торговый дом «Челны Хлеб». Артем Смолькин, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережная Челны.